Сегодня стражи порядка Коми озвучили результаты акции «Мы за безопасное будущее». Она стартовала 17 сентября и была направлена на профилактику преступлений среди несовершеннолетних. Вместо обычной итоговой пресс-конференции полицейские пригласили журналистов в детскую республиканскую больницу. Зачем, выяснила Наталья Литкевич. В этих целлофановых пакетах памперсы, кремы и игрушки. То, что может пригодиться малышам, от которых отказались родители. Таких сейчас в отделении шестеро. Ой, слушайте, как здорово. Спасибо вам огромное. Заведующий отделением Андрей Кораблев подарком рад. Ведь его маленьким подопечным, которые с рождения не нужны родителям, приходится особенно тяжело. Конечно, они очень нуждаются в помощи такой доброй. Потому что, так же, как и для любых детей по федеральным стандартам, не положено даже такого предмета ухода, как памперсы. Понятно, что душевного тепла они ничто не заменят. Но вообще, вот нам волонтеры в последнее время помогают, приходят, гуляют с детьми. Конечно, ваша помощь – это по количеству, по объему – это рекорд. Нам еще так здорово никто не помогал. Огромное вам спасибо. Средства на подарки – это добровольные пожертвования стражей порядков. Полицейские почти всех муниципалитетов откликнулись на призыв о помощи. Общая сумма этих денежных средств – почти 300 тысяч рублей. Часть денег, как мы уже сказали, были направлены на детскую республиканскую больницу, вот и для детей отказников, и для установления видеокамер на первом этаже детской республиканской больницы. Сотрудники города Усинска собрали деньги для того, чтобы помочь ребенку, который больной раком глаза. Часть денег были потрачены на различные констовары, игрушки, книги, дома, детские дома, дома малюток. Такая помощь – лишь одна из грани акции «Мы за безопасное будущее». Десятки рейдов по неблагополучным семьям и торговым точкам, беседы со школьниками, студентами, молодыми родителями, яркий буклет из полезной информации – все это делалось с одной целью – привлечь внимание к семейным ценностям. Мы рассчитываем на перспективу, что сегодняшние учащиеся в возрасте 16-17 лет завтра, послезавтра будут создавать семьи, и они вспомнят наши мероприятия, вспомнят наши аргументы, которые говорят все-таки о том, какая должна быть молодая семья, и не будут делать тех ошибок, которые, увы, зачастую мы также наблюдали в ходе мероприятия в рамках акции «Мы за безопасное будущее». Еще одним результатом акции стал конкурс творческих работ школьников. В адрес МВД поступило больше 600 рисунков, фотографий и сочинений на тему «Я и моя семья». В ближайшее время имена победителей появятся на официальном сайте ведомства, а в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел авторов лучших работ ждут призы.